Три минуты на победу. В Люберцах состоялось первенство Московской области по самбо среди мальчиков и девочек 11 и 12 лет. В турнире приняли участие около 200 спортсменов. Это отборочные соревнования. Победители автоматически попадали в состав сборной команды Подмосковья на предстоящем всероссийском турнире. Подробности далее. Честь городского округа Люберцы защищали 8 юных самбистов. В весовой категории 31 килограмм на ковер вышел Матвей Киселев. Его соперник с первой секунды пытался провести переднюю подсечку. Этот прием дает преимущество по очкам. Люберчанин к такому напору был готов и постарался сделать болевой прием, но в итоге сам пропустил атаку. Первый бой для Матвея завершился поражением. Главное стоять крепко на ногах, наверное, и не падать на живот. В некоторых случаях я был сам виноват. Не комбинировал, не делал атаки. В весовой категории 26 килограммов у девочек был сразу финальный поединок. Это, по словам Милены Поповой, и сказалось на результате. Для спортсменки турнир в Люберцах – первые соревнования в карьере. Признается, не смогла побороть волнение. Мне было неконфортно, но я впервые, когда выходила на ринг. И страшно одновременно. Но так-то этот, мне даже этот, как сказать, страшно, да. Понравилось и понравилось, да. В первом из пяти поединков Люберчанка Александра Калинина пощекотала нервы и себе, и тренеру. Ведя с преимуществом четыре очка, дала возможность сопернице провести прием на удержание. Тем самым счет стал равным. Один результативный прием все же позволил Александре одержать победу. Я испугалась, что я сейчас проиграю, что я подведу папу, своего тренера, и будет полный позор. Во время поединков эмоции порой преобладали над тактикой. В возрасте 11-12 лет это допустимо. Техника, она оттачивается из года в год, поэтому это самый начальный возраст. В других возрастах, конечно, уже идет более, скажем так, профессиональный подход, и техника уже преобладает над эмоциями. Дети разные, каждый со своим характером. Для кого-то давление это в минус идет, для кого-то давление, наоборот, придает дополнительные мотивации, силы. И некоторые результаты получаются на таких соревнованиях очень неожиданными. Эти соревнования отборочные. Победители, помимо дипломов и медалей, получили путевку в сборную команду Московской области. Чемпионы представят Подмосковье на всероссийском турнире по самбо. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.